Сегодня прошло заседание исполнительного комитета города Одессы, в рамках которого был определен заказчик на проектирование нового дворца спорта в городе Одессе. Также определено то, что город Одесса подтверждает свое участие в государственной программе по финансированию и выделению средств на строительство дворцов спорта. В рамках данной программы город Одесса при условии своего участия в размере 10% может получить до 90% государственного финансирования. В рамках государственной программы в этом году лишь предусмотрено 200 миллионов гривен на такого рода строительство. В городе Одессе по предварительным расчетам для строительства многофункциональной арены высокого класса понадобится порядка 480 миллионов гривен. В данной арене мы сможем проводить всевозможные спортивные мероприятия как национального, так и международного уровня. Почему определен именно этот участок? Потому что по улице центральный аэропорт в связи с очень хорошей транспортной развязкой, в связи с очень хорошим сообщением с нашим новым терминалом нашего аэропорта, а также с очень хорошей логистикой, связанной с возможностью приезда из других городов Украины, из близлежащих городов к Одессе. На сегодняшний день вы слышали, что рабочая группа, которая создана распоряжением городского головы, которая работала с 2018 года, рассматривала всевозможные варианты размещения такого рода арены. И было определено, и управление архитектуры нам подтвердило, что именно на этом участке это является так называемая зона по зонингу и генплану ГП, грамматикой забудовы, и является возможным строительством такого рода объекта на данной территории. Почему мы проводили внеочередной с полком именно сегодня? В связи с тем, что 13-го числа нам стало известно, 13-го мая, о том, что 14-го числа произойдет заседание межведомственной комиссии при Министерстве молодей и спорта, в которую входят народные депутаты Украины, главы спортивной федерации, а также деятели физкультуры и спорта Украины, которые принимают решение о возможности участия того или иного города в данной государственной программе. Наша делегация выступала на данном заседании, и было принято решение поддержать города Одесса как одного из участников данной программы, но при условии, что в пятидневный срок мы предоставим полный пакет документов. В связи с этим сегодня и было принято исполнительным комитетом два решения, и завтра мы надеемся, что сессия Одесского городского совета даст согласие на разработку земельного участка для нашего коммунального предприятия. Вот в этом и есть срочность проведения исполнительного комитета и сессии городского совета. Что касается еще самой арены, сегодня была представлена концепция, которая разрабатывалась коммунальным предприятием Одесс-проект по просьбе коммунального предприятия «Стадион Спартак», которое является на сегодняшний день коммунальным предприятием, которое имеет в рамках своего устава все полномочия проведения спортивных мероприятий, обслуживания спортивных сооружений и так далее. И представлен вам проект спорта, дворца спорта, который соответствует международным стандартам. Вмещает 3000 посадочных мест, плюс места для журналистов, места для средств массовой информации, а также всевозможного вида трибуны и другие тренировочные залы. Помимо того, в рамках уже более дальнейшего проектирования, которое займет довольно-таки большой период времени, мы хотим по аналогу городов, в которых мы были в Европе, а именно Клайпеда и других городов, сделать многофункциональную такую арену-конструктор, в рамках которой, если мы, например, захотим проводить два состязания одновременно, разбивать зал на полторы тысячи человек и сразу, например, в одном зале могут проходить соревнования по волейболу, в другом по баскетболу, либо по боксу и баскетболу и так далее, и так далее. То есть это в более последующих этапах проектирования уже, и когда будет готов проект, его экспертиза, тогда он будет представлен, думаю, широкой общественности, а пока мы только лишь получили взводы на его разработку. Продолжение следует...